Сегодня суд отложил судебное рассмотрение по делу о клевете, сославшись на то, что Алексей Навальный находится в СИЗО, недоставлен, а судебное разбирательство должно происходить с его участием. Мы поддержали такую позицию суда и дело отложили на 5 февраля. В этом же суде будет дальнейшее рассмотрение с участием Алексея. Суд настаивает на его личном участии. Ольга Олеговна, скажите, пожалуйста, а вы выходили уже на Казахстан? Я вчера был у Алексея в изоляторе, это было после обеда, нас уже выгнали. Мне удалось пообщаться немного времени, полчаса. Хорошо себя чувствует, выспался, бодрый, веселый, насколько можно быть веселым в такой ситуации. Ольга Олеговна. Про давление учения говорил, сказал, что Кормик хорошо, что условия хорошие. В камере сидит один, поскольку ему объявили персональный карантин. И поэтому 14 дней он будет сидеть один, а потом попадет в другую камеру с людьми. либо к нему кого-то подсадят. Четырнадцать дней раньше, десять или четырнадцать? Не знаю. Четырнадцать? Повторяется. Повторяется. Принавалось, я не слышал всех. Протест мы не обсуждали. То есть, у него взяли в первой жизни, когда он находился в отделе полиции. Есть у вас опасения, что разговоры не будут происходить? Да, да. С клиентом я не могу общаться не потому, что это персональный наваль. А дело в том, что во всех СИЗО Москвы в связи с эпидемией все встречи адвокатов и их подзащитных проходят через стекло и через телефон. То есть, в связи с эпидемией все разговоры могут быть прослушаны. И, наверное, и прослушиваться. То есть, это закончится только, когда закончится коронавирус. Держка, вы сидите, пожалуйста, в розовом шерте? Держка в розовом шерте, пожалуйста. Мы считаем незаконным. Мы еще не обжаловали. У нас трое суток на обжалование. Трое суток стекает завтра. И завтра мы непременно подадим коллекционную жалову. А зачем вы связываете? Нет, ну смотрите. Я когда в суток пришелся, я сказал, что они даже не пытались его доставлять. Они знали, что он там. Нет, ну они знали, что он там. Но это тоже связано с коронавирусом. И отложение на пятое число или на пятое, то есть так долго, это тоже связано с тем, что суд хочет, чтобы у него закончился карантин. И я из этого делаю вывод, что суд хочет именно реальную доставку, а не по видеосвязи. Как раз мы говорили об уведомлении, которые направляли суды на адрес места жительства Алексея в Германии. В том числе судья, которая сегодня рассматривала дело, она направила Алексею повестку в Германию. Дейчелем отправила, которую он получил. То есть, собственно, даже суд знал о его местонахождении. Хотя в СИН говорит, что никто не знал, где он находится. Точный адрес. Как раз перед отлетом Алексей ее получил. Из-за этого мирового состава. Да, из-за этого мирового состава. Скажите, какая у вас позиция по делу, которое сейчас рассматривается? У нас были уже многократные ходатайства о прекращении данного уголовного дела, поскольку отсутствует событие и состав поступления. Пока все эти ходатайства были отклонены сначала следствием, а потом уже и судом, потому что у нас уже было предварительное слушание, и таких ходатайств мы займем. Давайте это потом уже не будем, потому что у нас есть экспертизы, экспертное заключение специалиста на эту тему, ведущего специалиста. И мы уже когда будем рассматривать дело по существу, на эту тему. Теперь, пожалуйста, представитель, в этом году вчера говорил о том, что Алексей зарушал решение... Ну, видно из постановления, что, собственно, уголовная исполнительная инспекция хотела его видеть в разные дни. Хотя у нас есть решение судов, кто там должен отвечать два раза в неделю по определенным дням. В СИН хотел его видеть, и в другие дни тоже. И здесь получается, что они говорят, вот мы хотели его тогда увидеть, а он не пришел. Я не знаю, чем они обосновывали, своим желанием. Более того, я не понимаю действия ВСИНы, которые в этом же постановлении утверждают, что, да, им известно было, что до 23 сентября Алексей проходил лечение, был в хоме, но при этом 16 сентября... Ну, проходило лечение в Германии, при этом 16 сентября ВСИН почему-то ходил к нему домой, стучался в дверь, дверь никто не открыл. Это тоже есть сверхостановление. Два раза в неделю или два раза в месяц? Два раза в месяц. Два раза в месяц. Подождите, а ВСИН решил, что он не являлся до объезда в Германию? Как это можно? Вот я вам как раз и говорю, вот то, что они говорят, противник, когда он улюблялся, часть из них как раз и впадает с тем, что он являлся, а они хотели еще, чтобы он в другие дни были улюблялся. То есть, ну, это опять-таки будет предоставлено. Вас постфактом информировали об этом, или тогда вам говорили об этом? Значит, уведомлений он никаких не получал. Вот все время, что он находился в Германию, вообще никаких уведомлений не получал. И, как видно, по самим вот этим представлениям ВСИНа, они тоже его особо и не уведомляли, о том, что он был обязан, идти, да? А это вот за весь период такая ситуация. Они знали его? Они всегда знали его адрес. И говорить о том, что михождение мы его не знали, ну, это совершенно не соответствует. А до Германии выделяли? Да. До Германии, да. Ну, по крайней мере представлений, видно, что были предъявлены еще. У нас получалось? Да, да. У нас получалось? Вот даже в материалах дела есть, по-моему, только одно уведомление. Развернись на камеру, пожалуйста. А можете прямо ускорить? На камеру. Значит, в материалах дела есть то ли одно, то ли два уведомления, да? То есть, которые... Одно непонятно вручено оно или нет. Второе уведомление, прикол от чек, что отправлено в поле. Все, других уведомлений нет. И это на период, насколько я помню, до его как раз отравления и болезни. Да, других документов нет. Материалов нет. Василий говорит, что предупреждали не его, и араха, 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 араха. Вот я могу сказать про себя. Меня в СИН ни разу ни о чем не предупреждал. Не уведомлял. Ни одного раза за все время, что Алексей проживает на Мастерково и находится под надзором именно этой... Вот всегда, когда вот эта инспекция была, они меня никогда ни разу ни о чем не предупреждали. Чтобы вы понимали, осужденный общается с инспекцией без адвокатов. Нас в то, так сказать, деле, условно осужденных, нас как адвокатов там нет. Он общался непосредственно с ними. И там до отравления, до августа прошлого года никаких претензий сильно к нему не было. Хотя, как вы все помните, раньше, когда он ни разу не пришел. Один раз не пришел, и они сразу бежали в суд с представлением и там дополнить обязанностями, продлить испытательный срок. Они уже неоднократно пытались как раз изменить условное на реальное, но суд постоянно отказывал. Так что здесь очень странно, что они, так сказать, вот эти нарушения, которые якобы были в январе-феврале-марте, по-моему тогда, что вот они о них молчали, о них скрывали. И только теперь они, значит, говорят, а вот там что-то. Это все очень странно. Но еще нужно отметить, что если убрать все, что касается отравления и после отравления неявок, а у него была уважительная причина, он лечился, то там несколько неявок, если даже они имели место быть до января-февраля, это слишком малозначительные вещи для того, чтобы менять условное на реальное. И это уже неоднократно в суде подтверждалось. Уже отказывали там. Так уже отказывали. Поэтому центральный момент у них это именно неявка после отравления. Вот эти три месяца они считают. Там вторая половина сентября, октябрь, ноябрь, декабрь. Это самая главная в их позиции. Да, и главное, что они говорят о том, что им было неизвестно его место нахождения. Хотя оно было известно. То есть это один из ключевых моментов, который, собственно, сейчас вот и обсуждается, это ключевой момент, потому что нельзя объявить лицо в розыск, если ты знаешь, где он находится. Если он к тебе не приходит, он тебя игнорирует, ты не можешь никак до него дотянуться, но ты знаешь, где он находится. То розыск невозможен. Вот почему это главный момент. А они делают вид, что они не знают, хотя этот адрес им известен, и в материалах это все есть. И зная этот адрес, они не направляли по этому адресу ни одного уведомления, никакой повестки. Вообще ничего. В отличие от судов. Суды направляли, а они нет. Они вместо того, чтобы направлять в Германию какую-то там повестку, уведомление или что-то, они приходили в квартиру на Мастерково, стучали в дверь, никто не открывал, стучали соседнего, никто никто не открывал. Они составляли об этом рапорт, и, собственно говоря, радостно возвращались в себя обратно. Скажите, пожалуйста, а с учетом того, что вы говорите, что суды уже раньше считали вот такие вот нарушения незначительными и отказывали в том, чтобы менять срок условно. Ну да, это вот какие-то однократные там неявки, либо там они ходили во вторник, а он пришел там в среду, например. Вы в этот раз какого решения отсюда ожидаете? Понимаю, что сложно предсказать, потому что ситуация очень сильно изменилась, но тем не менее. Ну, ситуация очень сильно изменилась. Вы знаете, когда до этого инспекция там неоднократно обращалась с различными представлениями в отношении него, чтобы как-то ужесточить ему его положение, то всему происходящему как-то, ну, чувствовалось, что это их личная инициатива, это не команда сверху. А здесь совсем другая ситуация. Здесь явно показали делать именно так. И в розыск они его объявили явно не потому, что они так решили. Они тоже, опять же, и сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь они вообще никак себя не проявляли. Ничего не было нужно. То есть они сидели, они читали, как мы все там, средства массовой информации, и они знали, что он лечится. А в последний момент им сказали, что нужно делать так. Поэтому, я думаю, что в этот раз все будет совсем по-другому. И поэтому, там, прогнозируя решение, нужно учитывать совершенно новый, к сожалению, политический контекст, а не юридический. Спасибо. Спасибо. Да, еще я хотела сказать просто для журналистов. Судья говорит о том, что кто хочет принимать участие в следующем судебном заседании, да, фото-видеосъемка запрещена, но кто хочет аккредитации, должны это сделать заранее в пресс-службе. Спасибо.